Своё первое высшее Лилянова получала на филологическом факультете ныне Тверского университета. Потом училась на режиссёрском факультете Ленинградского института театра музыки и кино. Там же она познакомилась с Борисом Гребенщиковым. После их общения он написал песню «Из Калинина в Тверь», посвятил и другие песни. Я просто принимаю от Ларисы мозговую волну, и она производит какие-то действия сами по себе у меня в голове, и потом кончаются все песни. Которые сейчас в репертуар вошли, в общем-то. Ну, я тебе огажен Аделаидой, собственно, это уже, как бы немало. Спасибо за Аделаиду, называется Лариса Олеговна. Это была первая наша работа, которая вот закончилась Аделаидой. Ну, и, соответственно, моим спектаклем. Это как спектакль она была написана? Это спектакль по пьесе «Кассона Дикаль», есть такой испанский автор. И Аделаида – это персонаж, это пьеса, мёртвый персонаж, о котором много говорят. Кошмар такой, вот оно, откровение. Не снимайте этого. Эту постановку она сделала в Вологде. БГ помог ей с музыкой для дипломного спектакля, и потом они много вместе поездили по южным городам и театрам. И именно он приезжал в Тверь в 1997-м поддержать её в трудные минуты. Тогда областные власти просто не дали денег на очередную постановку Лиляновой, тем самым запретив ставить спектакль. И она заявила, что уйдёт. Работники театра спонтанно и осознанно решились на голодовку в защиту своего режиссёра. Питер будет поставлено в Твери, в провинции. Всё-таки, наверное, могли бы какие-то варианты в Москве, в Питере. Не страшно, а ещё как отношили вас к провинции? Нет, вы не очень понимаете. Дело в том, что и Питер, и Москва – это не города, и к России отношения не имеют. И вообще это скучно. Жизнь происходит только вот там, где кончаются зоны влияния больших городов, там начинается жизнь. В больших городах всё выжжено, ничего не существует, и скучно до безумия. Ваши вещи берут, интерпретируют, может, что-то своё внесут. Такая человек-то свой. То есть вы полностью доверяете, да? Абсолютно. У Бориса в одной из песен есть великолепный, гениальный, по-моему, текст. «Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне». Так сложилась жизнь, что Борис почему-то считает, что я великолепный режиссёр. И вот сейчас я знаю, что он посмотрит мою работу, тем более по его произведению. Мне, естественно, страшновато. А вдруг наступит разочарование. То есть я ещё не дожила до такого счастливого момента, когда я не буду бояться тех, кто уверен во мне, кто меня любит. Я боюсь. А как, Борис, вы сами относитесь к этой идее? Положительно. Положительно, что Ларка делает, и хорошо. Я так считаю. Борис – человек гениальный. Работать с ним безумно трудно, но это огромное удовольствие. Потому что он настолько парадоксален, и каждая даже мимолетная встреча с ним – это всегда потрясение. Это всегда тупики. Это всегда попытка, так сказать, переосмыслить жизнь. Переосмыслить привычное. Хочется начать всё сначала. Клянусь, кладу руку на сердце. Я точно знаю, что я не поэт, не музыкант. Рок-н-ролл слушать люблю. А кто ты? Ты кто? Кто-кто. Не знаю. Я не знаю, кто. Я люблю заниматься тем, чем я занимаюсь. А как это определять? Это не самое главное, да? Это абсолютно не моё дело. Пусть после смерти, если найдут мой труп, произведут вскрытие и выяснят, кем же я был. Но живой не дамся. В общем-то, она постановке не подлежит. Это чисто такое, это какое-то, я бы так сказала, метафорическое действо, очень хрупкое, которое, где всё время ускользает сюжет, если вообще таковой можно уловить в этой сказке. Вот. Это какая-то цепь совершенно замечательных, удивительных открытий, цепочка такая. Открытие о том, что действительность иллюзорна, а настоящая реальность – это нечто другое. И вот это нечто способен понять далеко не каждое. Борь, вот как ты относишься вообще сейчас к этой сказке? Вот уже прошло много времени. К Данилию? Да. Здесь замечательно. Это лучшее, что я написал пером. Значит, я правильно угадала? Нет, это идеальная вещь. В ней ни запятой, ни слова нельзя поменять. Всё равно совершенно. А что-нибудь в этом плане не будет продолжаться? Я не умею писать. Нет, ну, если Иван Данилов был написан... Это был прямой сеанс связи, просто, конкретно говоря, в деревне на Чёрном море, где-то под Новосибирском. Третье есть какой-то город типа Новосибирск. Я не знаю, как он называется. Конкретно говоря, с период с 19 июля по 12 августа. То есть было продиктовано, да? Было принято, записано. Надо ожидать следующего сеанса связи. Нет, я думаю, что нет. Теперь мне его нужно ожидать. Да, теперь. Мы его и ожидаем. Даже есть план поедать. Сокол, 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 как слышишь. Я говорила ему о том, что я буду использовать какие-то уже написанные им вещи, но он категорически отверг это предложение. И сейчас озадачен тем, чтобы сочинить совершенно оригинальную музыку к этой сказке. Вон и Даниле песни будут написаны? Нет. Будет написано что-то, что я даже не могу себе представить. Бог знает. Будет ли это назваться музыкой? Да. Может быть, наоборот. Но будет писаться? Будет. Специально к этому спектаклю, к этой сказке. Будем что-то творить. Что натворим? Уже вот на кухне сидит председатель нашей, президент фирмы, которая выпускает наши пластинки, и трепещет, думая о том, что скоро я ему еще кое-что подсуну. Музыку к твоему спектаклю. И вы опять-таки будете его выпускать. Как это будет выглядеть? То ли это будет драма, комедия, анекдот или трагедия? Что это такое вообще? Или это просто философская сказка? Вы знаете, я бы не назвала ни тот, ни другой, ни третий жанр из тех, что вы перечислили. Я бы сказала, что это действо. Что это за действо? Предстоит понять даже мне. Начав работать, мы открываем что-то новое для себя. То есть практически надо начинать с нуля. Забыть систему Станиславскому, чему учили в школе, чему учили в институте. Русский язык. Начать все сначала. Арифметику. Да, да. Забыть, что дважды два четыре. Да, это так правильно. Перейти совершенно в другие измерения. И у нас это, по-моему, здорово получается, потому что у нас совершенно поехала крыша после наших совместных бесед и репетиций так называемых. И мне кажется, что это замечательно. Слушай, внимательно, наоборот. Да вообще для тебя объект внимания их лица в том плане, что я не понял, я ко двору или не ко двору. Да он все понимает. И вот когда твой отворительник, яблочная машина, Дарья, понял, нужен я. И все. Да, ладно? Пошли. Пошли. Был я, брат Иван, на севере. Там большие горы стоят прямо в море, а море все льдом полыхает. Если от гор повернуть направо, то придешь в пустыню. За пустыней горелый лес. Там человеку делать нечего. А если от гор повернуть налево, то сначала тоже пустыня, но немножечко. А потом стоит электростанция. На электростанции в будке живет монтер. Ну вот как мы живет. Ага. Но совсем один. Ой. Да, он даже через это и говорит плохо. Но если бы привыкнет, то все понимает. Я у него пожил немножко, и он меня научил, как строить машину. Что за машина, Данилушка? А самая главная на текущий момент машина, самая главная, называется яблочная машина Дарья! А что значит машина? Ну как же, как же. Самая главная на текущий момент. Какая такая? Ну как же какая такая? Построим, будет все работать. Я для памяти вот тут себе монтерскую премудрость всю для памяти обозначил. Что в мире не так? Ее делать какое? Поправлять все потихонечку! Наверное, потому что это сложно. Поэтому мне захотелось. Наверное, потому что много лет, слушая музыку Бори, у меня сжимается там комок в горле. Наверное, я к этому шла всю жизнь. Посмотрим, что из этого выйдет. Очень, очень хочется посмотреть.